Добрый день. Стоит ли высоким должностным лицам участвовать в теледебатах, если у них и так хороший рейтинг? И что дают теледуэли? Об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу Геофактор на этой неделе с такими темами. Теледебаты накануне выборов. Кто кого в прямом эфире. Мигранты идут в политику. Каковы шансы у кандидата родом из Африки? Оплаченная пицца. Как кризис сплотил итальянцев? Ангела Меркель занимает верхнюю строчку в списке самых влиятельных женщин планеты по версии журнала Forbes. Свои лидерские качества канцлер проявила прежде всего во время кризиса. Именно она сыграла ключевую роль в спасении еврозоны. В эти дни Меркель борется за голоса избирателей у себя на родине. 22 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Поскольку Германия основной донор проблемных стран, то от результатов этих выборов зависит многое и в Европе. Согласно опросам, победа на выборах Меркель почти гарантирована. Канцлер не самый блестящий оратор, поэтому от участия в теледебатах она теоретически могла бы отказаться. Тем не менее, Меркель этого не сделала. Избиратели наверняка сочли бы такой шаг проявлением слабости. Теледуэль состоялась. О том, какое впечатление произвели Меркель и ее оппонент, речь пойдет в материале моего коллеги Александра Прокопенко. На теледуэль Ангела Меркель приехала первая. И за 8 лет канцлерства она научилась уверенно держать себя на публике. Сейчас она самый популярный политик в Германии. Ее соперник в борьбе за пост канцлера от партии социал-демократов Перштайнбрюк. У его партии СДПГ, согласно последним опросам, дела обстоят не слишком хорошо. Около 25% голосов против 40% консервативного блока ХДС ХСС Ангела Меркель. Полтора часа в прямом эфире в воскресный прайм-тайм сражались нынешний канцлер и ее оппонент. Теледебаты в их нынешнем формате, основные соперники один на один, появились в Германии 11 лет назад. И сразу же стали важнейшей частью предвыборной гонки. За дуэлью Меркель-Штайнбрюк в этот раз следило почти четверть населения Германии, 18 миллионов человек. Но дебаты, по мнению зрителей, получились немного пресными. Все было предсказуемо. Не больше, но и не меньше. Повлияют ли эти дебаты на явку избирателей? Ну, не знаю. Может, на кого-то и да. Ничего выдающегося я, во всяком случае, не заметил. Банально. Никаких громких заявлений. Скучно. Вот мое мнение. Перштайнбрюк был немного лучше. Ну и канцлер могла бы тоже быть поинтереснее. Многих телезрителей интересовало не только содержание реплик Ангелы Меркель и Перштайнбрюка, а то, как они держались в то время, пока четыре ведущих постоянно атаковали политиков вопросами. Согласно жесткому регламенту, каждому из участников на ответ отводилось ровно 90 секунд. Что Меркель сделала очень умно, она, вполне осознавая свой статус и учитывая ситуацию, держала себя более уверенно, чем Штайнбрюк. Она всем телом поворачивалась в его сторону, смотрела в его сторону. А он во время дебатов постоянно стоял фронтально. Организаторы постарались привлечь молодую аудиторию к теледебатам, а также те, кто читает бульварную прессу. В качестве одного из ведущих, вместо серьезного политического обозревателя, пригласили популярного в Германии шоумена Штефана Раба. Он известен в том числе как один из создателей шоу о прыжках в воду с участием известных артистов, аналог российской вышки. Ему удалось значительно оживить теледуэль, нарушив традиции, принятые в Германии политкорректности. В какой-то момент дело даже дошло до спора с Меркель. Позвольте мне закончить. Она не привыкла отвечать на такие вопросы. Не привыкла, чтобы ее заставляли говорить о том, о чем она не желает. Ни разу не видел ее такой рассерженной. Теледуэль была главной темой в социальных сетях Германии. Только в Твиттере во время трансляции появилось 173 тысячи комментариев на эту тему. Но если вчитаться в некоторые из них, то складывается впечатление, что обсуждали не столько содержание диспута, сколько внешность участников, в частности ожерелья Ангелы Меркель. Черно-красно-золотое, как и цвета национального флага Германии. Еще во время дебатов был создан в Твиттере аккаунт украшения, на который подписалось более 8 тысяч человек. Учитывая все прошлые дебаты, можно проследить тенденцию. Политик, приняв участие в теледуэли с действующим канцлером, набирает дополнительные очки. Он как бы попадает в поле действия ауры власть имущего, ведь он выступает на равных самым влиятельным человеком страны. И это для оппозиционного кандидата плюс. Но сможет ли Перштайнбрюк догнать ушедшую в отрыв Ангелу Меркель? Покажут выборы в Бундестаг, которые состоятся 22 сентября. Как показали опубликованные в этот четверг опросы, рейтинг Ангелы Меркель после теледебатов остался высоким. Ее сопернику хотя и удалось набрать дополнительные очки, но пока их недостаточно для того, чтобы догнать действующего канцлера. Избирательную кампанию ведет в эти дни Карамбо Диаби. В большой политике он новичок. Его избирательный округ — это восточно-германская провинция. Но СМИ проявляют к этому кандидату в депутаты особое внимание. Десятки публикаций в немецкой прессе и даже влиятельная американская газета New York Times посвятила Карамбо Диаби статью на первой полосе. Дело в том, что он может стать первым депутатом Бундестага, который родился и вырос в Африке. Диаби — один из почти шести миллионов избирателей, имеющих миграционные корни. Это примерно десятая часть электората в Германии. Весьма серьезная сила. Эти люди, как герой нашего сюжета Карамбо Диаби, все чаще сами идут в политику. Предвыборная кампания среди садов и огородов. Политик Карамбо Диаби вместе со своими помощниками обходит участок за участком и агитирует за партию социал-демократов. Работы много. 30 тысяч жителей города Галли в земле Саксония-Анхольд в хорошую погоду предпочитают городской суете дачную идиллию. Добрый день. Можно вас ненадолго отвлечь? Мы хотим вам представить кандидата в Бундестаг от СДПГ. А, хорошо. Приятного дня. К сожалению, не всегда обходы избирателей бывают удачными. В этом регионе многие местные жители поддерживают левую партию. К тому же в такой погожий солнечный день далеко не все хотят думать о политике. Для многих людей садовый участок – это место для отдыха. А тут кто-то приходит и хочет вручить вам предвыборную листовку. Это может и не понравиться. Но большинство, я бы сказал 97% людей, позитивно реагировали на нашу акцию. Агитация дачников – конёк Карамбо Диаби. Кандидат в депутаты, в отличие от многих других политиков, хорошо знает, как здесь всё устроено. А получилось это так. В середине 80-х Диаби приехал из Сенегала в ГДР и изучал химию. Его специализация – загрязнение дачных участков тяжёлыми металлами. Позже он на эту тему защитил ещё и докторскую диссертацию. Во время работы над ней Диаби не раз и не два посещал дачные участки. За это время он успел неплохо изучить нравы местного населения. Когда я только начинал общаться с хозяевами участков, всем было очень любопытно посмотреть на такого человека, как я. Во времена ГДР контактов между людьми было меньше, чем сейчас. Приходилось жить в общежитии. С местными встречался не так часто. Но благодаря моей работе я мог общаться с немцами. Им было очень, очень интересно. Диаби живёт в Галле уже 30 лет. Давно получил немецкий паспорт. В городском совете представляет партию социал-демократов. И вот теперь он баллотируется от СДПГ в Бундестаг. В рамках предвыборной кампании Галле посетил и кандидат на пост канцлера от социал-демократов Пер Штайнбрюк. Иди сюда. Это очень важно. Он – пример человека, который хочет интегрироваться в общество и быть принятым. Это очень важный сигнал, так как Германия – иммиграционная страна. И мы должны развивать культуру интеграции. Мы должны давать людям шанс, потому что мы от них тоже многое получаем. Летний фестиваль в Острау. Эта коммуна относится к избирательному округу Карамбо-Диаби. Будь то однопартиец или представитель электората, кандидат в депутаты со всеми дружелюбен и общителен. У многих при виде Диаби возникают вопросы на тему расизма. С ксенофобией он столкнулся в начале 90-х. Тогда его избили правые радикалы. Но сейчас социал-демократ хочет обсуждать не расизм, а прежде всего социальную политику – центральную тему своей предвыборной кампании. И тем не менее, происхождение Диаби никогда не отходит на второй план. Посетители фестиваля осторожно и очень дружелюбно задают всегда одни и те же вопросы. Диаби терпеливо отвечает и удивляется, что немцы так серьёзно относятся к происхождению. Прежде всего, это вопросы – откуда ты, сколько ты уже здесь живёшь, надолго ли ты в Германии и когда собираешься вернуться домой. По мнению многих наблюдателей, у кандидата от СДПГ Карамбо Диаби весьма хорошие шансы попасть в Бундестаг. И если он одержит победу, он станет первым немецким парламентарием родом из Африки. Знаменитый Энрико Карузо хотел вернуться в Неаполь, потому что сказал он «это моя родина, которую я люблю». Но вернуться не для того, чтобы петь, а для того, чтобы есть пиццу. Любовь итальянцев к национальному блюду в виде лепёшки – это не стереотип. В год жители Апеннинского полуострова съедают 3 миллиарда пицц. Выходит 50 штук на нос, включая младенцев и стариков. В Неаполе эта цифра наверняка ещё выше, ведь именно этот город считается родиной пиццы. По крайней мере, если верить самим неаполитанцам. Поэтому они всегда готовы помочь соседу, если ему не хватает денег на любимое национальное блюдо. Неаполь. Южная столица Италии. Именно в этом регионе последствия кризиса особенно ощутимы. На улицах итальянского города в последнее время появился новый вид разбоя. Участились случаи, когда у доставщиков пиццы стали отбирать товар прямо среди бела дня. Владелец пиццерии Чиро Олива решил не сидеть сложа руки и возродить старые итальянские обычаи – пицца со спеса, то есть оплаченная пицца. Если ко мне приходит клиент, у которого действительно нет денег, он может взять одну из этих пицц со спеса. За них уже заплатили другие посетители. Я веду счёт таким пиццам на доске. Желающих оплатить пиццу совершенно незнакомому человеку оказалось в Неаполе немало. Оплатив пиццу другому, я могу есть свою без угрызений совести, ведь я же в конце концов помог человеку. Вот она, жареная во фритюре – вариация классической неаполитанской пиццы. Чиро Олива делает её с моцареллой и руколой. Правда, рецепт той самой оплаченной пиццы попроще и подешевле. Слухи о бесплатной пицце со спеса быстро разнеслись по городу. Сегодня некоторым сложно себе позволить самые простые вещи, даже пиццу. Раньше она была частью нашей жизни, а сейчас для многих здесь это не дешёвое удовольствие. В другой пиццерии неподалёку работает Кармино. Он изучал экономику, но не может найти себе работу по специальности. Мне 26 лет. Я не хочу прожить свою жизнь вот так. Как мне создавать семью, если и сейчас кризис? Чем я буду, например, кормить моих детей? В этой пиццерии тоже идут навстречу посетителям. Так, съев здесь пиццу сегодня, оплатить её можно через 8 дней. Я же не хочу, чтобы перед моей пиццерией, как это случалось в других районах Неаполя, посетителям угрожали пистолетом. И всё не из-за дорогого смартфона или золотой цепочки, а из-за пиццы. В Неаполе можно подкрепиться не только бесплатной пиццей. Например, в кафе «Гамбринус» можно спросить бариста, нет ли сегодня у него кофе со спеса. Традиция оплачивать еду малоимущим существовала в Неаполе и раньше. Со временем она стала забываться, но кризис заставил жителей вспомнить о ней. В газетах, по телевидению, да везде только и делают, что говорят о кризисе. Это пугает нас и вообще идёт вразрез с весёлым нравом неаполитанцев. У нас же, в принципе, очень позитивное мышление. Мы всегда смотрим в будущее с надеждой. Забытые традиции взаимопомощи, как кофе или пицца со спеса, могут помочь в трудные времена, считают здесь. Но и в Неаполе понимают, для преодоления кризиса только этого, к сожалению, мало. У жителей Неаполя нашлось немало последователей по всему миру. Оплаченные кофе люди со скромными доходами могут выпить уже в Германии, Австрии, Великобритании, Ирландии и даже в Австралии. О благотворительности и креативных идеях, а также о других аспектах жизни в Европе и Германии читайте на сайте ДВ в интернете и на страничке в Фейсбуке. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин